В конце службы священник По прутьям клетки птицы испуганно бились и жалобно кричали. Священник спросил у него, сколько мальчик хочет за этих птичек. Тот засмеялся и сказал, что это самые обычные птицы, которых он поймал недавно на пустыре. Они ничего не стоят. Священник сказал, что он хочет их купить. Мальчик засмеялся и сказал, отдавай мне за них все свои деньги, иначе не получишь. Он решил, что старый глупый священник не понял, что птицы ничего не стоят, и просто хотел над ним посмеяться. Но тот молча достал все деньги, что у него были с собой, и отдал их мальчику за птиц. Тот схватил деньги и быстро убежал, пока странный священник не передумал. А тот пошел на пустырь, открыл клетку и выпустил птиц на волю. «Эту клетку я принес показать вам», — сказал он прихожанам и стал говорить дальше. «После того», — сказал священник, — «как сатана соблазнил Адама и Еву в раю, он пришел к Иисусу и стал хвастаться. Он веселился и радовался, что теперь люди всегда будут его рабами, а он будет делать с ними, что хочет, мучить, ведя на погибель. А Господь сказал ему, что ты хочешь, чтобы отпустить их на свободу. Вот поначалу даже не понял вопрос. Ты хочешь освободить этих жалких, никчемных, ничтожных людишек, которые ни на что не способны и сразу же предадут и обманут тебя, как только ты дашь им свободу?» «Да ты в своем уме смеялся, он». А Христос снова сказал, что ты хочешь за их свободу. Тогда дьявол выпалил. «Я хочу за это все, что у тебя есть, Господь, все твои слезы, всю твою кровь и даже твою жизнь». Господь ответил, «Да будет так, я отдам за людей эту цену». А потом, через какое-то время, в Иудейском царстве на окраине Вифлеема, рядом с постоялым двором, в неприметной пещере, где прятали от непогоды скот, родился младенец, которому поклонились звезды, волхвы и пастухи. Когда священник закончил говорить, в храме воцарилась полная тишина. Все молчали и не могли отвести глаз от пустой клетки в руке священника. Такие дела.